всем привет в этом видео я покажу вам как сшить нарядный балдахин для детской кроватки он идет с кружевом красиво хлопковая шапочка и бантик для балдахина нам потребуется основная ткань я взяла фатин ширина полотна 3 метра я взяла 5 метров за основу также я буду украшать кружевом на входе у балдахина это широкое кружево blue marine буду им украшать его нам потребуется 3 метра 60 сантиметров для хлопковой шапочки сверху я взяла хлопок сатин молочного цвета сначала займемся фатином его нужно подготовить у меня будет объем 5 метров и длину я хочу сделать метр восемьдесят мне нравится когда балдахин пышный и длинный в пол идемте отмерять хотим я сложила в несколько раз то есть по той стороне где у меня 5 метров это будет объем балдахина я его сложила в несколько раз и длина получилось у меня три метра от этих трех метров нужно отмерить метра восемьдесят это и будет длина моего балдахина сейчас я прикладываю уголок чтобы вымерить ровно низ балдахина и отрезаем метр восемьдесят далее нужно обозначить там где у нас будет верхушка балдахина нужно сделать разрез для того чтобы в дальнейшем ставить штангу для балдахина то есть ткань я сложила пополам и в верхней части я буду отмерять 45 сантиметров это будет длина разреза и аккуратно ножницами делаем разрез теперь на этом этапе фатин можно пока отложить в сторону идем работать с хлопком выкраивать хлопковую шапочку ткань я взяла сатин ширина моей ткани 2 метра 50 сантиметров я ее сложила в четыре раза вверх буду откладывать 22 сантиметра то есть получается длина будет 250 и ширина 22 сантиметра верхушку для балдахина выкроили теперь нужно также выкроить бантик и хлястик для балдахина теперь выкраиваем бантик ткани сложила пополам высоту откладываем 20 сантиметров и в длину 25 основу для шапочки сложил пополам хорошо заутюжила и краешки подогнула в два раза сейчас буду обрабатывать на машинке с одной стороны и с другой далее нам нужно будет пришить кружевом к основанию балдахина я буду пришивать с помощью оверлока балдахин я буду украшать кружевом на входе вот эта часть это у меня здесь вверх здесь будет пришиваться хлопковая шапочка а с этой стороны будет пришиваться кружева от верха до низу метр восемьдесят значит кружева потребуется 3 метра 60 сантиметров по 180 на каждую сторону кружево я прикладываю лицом к лицу и края буду обрабатывать на оверлоке вот так получается обработанный край на оверлоке разрез который у нас сзади я буду обрабатывать на оверлоке разрез я обработала чтобы он дальше не полз на хлопковой верхушки я отметила середину то есть она будет разделяться как бы на две части то есть одна хлопковая часть будет с одной стороны и вторая с другой сейчас нужно равномерно заложить складки на фатине краешек входа я обработала и сейчас соединяем концы булавкой и равномерно закладываем и равномерно закладываем складки до той отметки которую мы с вами сделали то есть до вот этой серединке складки я все заложила из потенок открытому слою наши шапочки кверху то есть там где мы обрабатывали это будет вход для держателя у балдахина ту отметку которую мы отмечали то есть это лицо там где будет вход на балдахине перед тем как идти сшивать обратите внимание чтобы все швы на кружеве с обоих сторон были вовнутрь они наружу сейчас я иду здесь соединять ткань на оверлоке срез кружева я обработаю на оверлоке а сам подол я не буду обрабатывать поскольку фатин он не сыпется его не обязательно обрабатывать и также с другой стороны балдахин практически готов осталось проложить строчку для кулиски от шва я буду откладывать 4 сантиметра это будет достаточно разметку я не буду наносить а буду ориентироваться на машинку то есть где у меня край заканчивается вот по вот этой части то есть я буду ориентироваться на эту линию в бантик держал держал форму я прокладываю его листовым утеплителем у меня это холофайбер 100 грамм плотность и сейчас по периметру сшиваем на машинке оставляя отверстие лишний утеплитель обрезаем и уголки затем выворачиваем отверстие потом зашьем вручную для бантика нужен хлястик я взяла отрез ткани 12 на 16 сантиметров складываю его лицом к лицу и прокладываю шов ластик я вывернула дальше нужно его отутюжить и края заутюжить вовнутрь хлястик готов я его хорошо про утюжила края завернула и сейчас его нужно пришить к балдахину находим середину там где вход у меня здесь украшено кружевом здесь также идет шов для кулиски одну из сторон я прикладываю прикладываю близко к шву и буду прокладывать строчку на машинке с одной стороны потом когда у меня загнется здесь не будет видно шла а с другой стороны рядышком рядышком края я также приложу вторую часть листик и здесь проложу строчку то есть будет вот так смотреться и теперь прикладываем рядом к строчке и в край пристрачиваем теперь осталось сюда ставить бантик я вы еще не зашила не успела давайте примерим вот такой он получается аккуратно небольшой бантик на балдахине если вдруг этот хлястик большой покажется можно его поменьше сделать балдахин готов пойдемте примерять на кроватку вот такой балдахин у нас получился спасибо что были со мной чтобы смотрели это видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до новых встреч а